С 1 мая в Израиле были введены новые правила для любителей езды на велосипедах. Отныне им разрешено ездить только по специальным велодорожкам, либо по обычной дороге. Езда по тротуару строго запрещена и карается денежным штрафом. Следить за соблюдением закона будут не только муниципальные инспекторы, но и полицейские. Как это работает в Тель-Авиве, выяснял Сергей Услендер. Сильнее всех возмутились, как обычно, тель-авивцы. В городе, который никогда не спит, велосипед – то самое средство передвижения, которое не роскошь. Новый порядок здесь восприняли как покушение именно на возможность свободно передвигаться. Вот Энди, хозяин преуспевающей стартап-компании, по городу предпочитает передвигаться на двух колесах. Теперь говорит, что собирается пересесть в автомобиль. В связи с новым законом, получается, что я, даже выехав из своего дома, не могу ехать по тротуару. Это штраф 250 шекеля. Я должен сразу выезжать на проезжую часть. Лично мне это страшно, потому что ездят неаккуратно, невнимательно, на велосипедистов не обращают внимания. И даже не только я, даже дети, которые ездят в школу, а у нас многие ездят в школу, им придется ездить по проезжей части. Я просто не вижу, не вижу, как это происходит, и это просто опасно. Вся эта история началась с электровелосипедов, на которых подростки гоняли по Израилю, не соблюдая никаких правил и перекалечив много людей. Врачи даже выходили на акции протеста, требуя запретить электровелосипеды. Тогда власти решили навести порядок, но новые правила касаются всех велосипедов без исключения. Суть нового закона довольно простая. Сейчас объясню. За проезд по тротуару штраф 70 долларов. Передвигаться можно на велосипеде только по специальным велодорожкам или по проезжей части. На проезжей части за проезд на красный свет, за разговор по мобильному телефону или за проезд против движения штраф 250 долларов. То есть сейчас, если бы меня остановил муниципальный инспектор, я бы заплатил за мобильник и езду по тротуару, ну, как минимум 300 долларов. А, больше, потому что я не надел каску. За это полагается отдельный штраф. На велосипедных дорожках уже вот такие наклейки. Вроде того, что прямо поедешь бесплатно, свернешь, заплатишь 250 шекелей, те же 70 долларов. У властей своя правда. По улицам того же Тель-Авива передвигаются тысячи двухколесных машин, многие с электродвигателями. Внезапно это совершенно мирное средство передвижения стало серьезно влиять на количество пострадавших на дорогах. Так вышло, что вы не можете разделить обычные велосипеды и электрические. По закону все должны ездить либо по дороге, либо по специальным дорожкам. Кстати, этот закон уже довольно давно принят. Просто раньше на дорогах не было такого количества велосипедов. Раньше это не так мешало. Сегодня велосипеды просто заполонили всю дорогу и тротуар. И тут дилемма очень простая. Либо расширять тротуар, либо отдавать им участки на дороге за счет обычного транспорта. Это вопрос закона и его соблюдения. На самом деле народ к новым правилам еще приучать и приучать. Вот смотрите, мы снимаем у Тель-Авивской мэрии. Несколько велосипедистов едут прямо через площадь, минуя велодорожки. А вот пешеходы неторопливо бредут там, где должны двигаться исключительно велосипедисты, провоцируя их объезжать и нарушать правила. Штрафовать за это пешеходов закон не предусматривает. А вот велосипедистов будут карать по всей строгости. В Израиле, кстати, уже был неприятный для них прецедент. За нарушение правил езды на электровелосипеде человека лишили прав на управление автомобилем. Сергей Услендер, Алена Боярская. Специально для Израиль за неделю. А со мной в студии бывший следователь по дорожным авариям, адвокат Юрий Брандт. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Насколько велосипедисты вообще становятся причиной аварии в Израиле? Мы видели только что в сюжете, что в Тель-Авиве будут контролировать каждый шаг велосипедиста. Шаг влево, шаг вправо, 70 долларов штраф. Неужели это может помочь, чтобы велосипедисты не были причиной аварии? Смотрите, дело в том, что велосипедисты не только причины аварии. Велосипедисты, они причины тяжелых дорожных аварий. Так как велосипедист, он не защищен, ездя на своем виде транспорта, как автомобилист, который находится в машине. Любое столкновение, любой маленький удар, велосипедист падает, и, к сожалению, травма у него будет в результате этого тяжелая. Он будет жертвой этой аварии. Соответственно, в процентном отношении травмы в авариях с мотоциклистами и велосипедистами намного сложнее, намного тяжелее, чем в других авариях. Соответственно, статистика, она не в пользу велосипедистов. А в Израиле разрешено велосипедисту выезжать на, скажем, на большую магистраль, на шоссе, на хайвы, где скорость 110-120 км в час? В Израиле велосипед является видом транспорта, как любой другой вид транспорта, как автомобиль, как и мотоцикл. Велосипед – это вид транспорта, который должен ехать по дорогам, не по тротуарам. Соответственно, если у велосипедистов нет знаков, например, на скоростных трассах, которые запрещают там ездить велосипедом. Мы видим, все мы едем, например, в Шаббат, и мы видим, что велосипедисты едут по обочине, спокойно едут по скоростным трассам. Нет закона, который бы им это запрещал. К сожалению, велосипедисты, которые ездят на скоростных трассах, они не защищены от удара других автомобилистов. Соответственно, очень много аварий, очень много велосипедистов погибают на таких скоростных трассах. Бывают случаи, у меня был случай, мой клиент сбил велосипедиста, который ехал по скоростной трассе по левой полосе движения. Это скоростная полоса, которая существует для обгона. Соответственно, велосипед, который может развить скорость максимум 30-40 км в час, ездит по левой стороне, и, соответственно, он становится жертвой, потому что скорость машины намного быстрее, и водитель просто не успевает среагировать и предотвратить эту аварию. Это, наверное, какой-то все-таки единичный случай, большинство велосипедистов все-таки едут справа. Но когда спрашиваешь велосипедиста, зачем ты выехал на дорогу, а как иначе, как я проеду? Нету дорожек между городами, где я могу ездить? Я должен выезжать на дорогу? Тот же самый велокросс, к сожалению, им негде тренироваться, они ездят по обочинам. Но дело в том, что если вы водитель автомобиля, и перед вами идет другой автомобиль, более выше, чем ваш, высокий автомобиль, вы просто не видите на обочине этих велосипедистов. К сожалению, обочины в Израиле не стандартны, они намного меньше, они 2 метра, 1,5 метра. Существуют скоростные трассы, такая, как Айлон, там вообще обочина с двух сторон по полметра. Совершенно негде стать. И если там едет велосипедист, соответственно, мы его не видим. Так может быть, имеет смысл запретить им выезжать на такие трассы, где обочина менее полутора метров, и просто запретить, как в Тель-Авиве? Вот мы, опять же, ссылаясь на материал, стоит инспектор, дает штраф, мы знаем, что в Тель-Авиве с этим не шутят, на минуту оставь машину, машину твоему заберет эвакуатор. Почему не контролировать, например, запрет выезжать велосипедистом на дороге? Ну, где же мы ехать тогда? Соответственно, нет возможности, нет другого места, где бы тренироваться в субботу, где невозможно запретить все законодательство. То есть в душе вы все-таки за велосипедистом. Насколько, по-вашему, инициатива, которую, опять же, высказывают, может быть утверждена на законодательном уровне, каждому велосипеду дать номер? То есть каждый год проходить некий техосмотр, проверять тормоза, шины, я не знаю, и, соответственно, платить за велосипед? Если речь идет о электрическом велосипеде, это является видом транспорта, который достигает скорости в 40 км в час, который ездит на дорогах, который, к сожалению, делает аварии. И было очень даже много случаев, когда велосипедист, сбивший пешехода или нарушивший правила, убегает с места происшествия. Любой вид транспорта должен быть обозначен порядковым номером. Невозможно, иначе получается хаос. Любой вид транспорта должен быть под номером. Соответственно, есть сейчас новый проект законодательства, где каждый водитель электрического велосипеда должен быть с водительскими правами для подобного рода транспорта. Там и возраст минимальный, и средство безопасности, и определенный двигатель. Все должно узаконить. Мы живем в законном государстве, и любой вид транспорта у нас должен быть узаконен. К сожалению, велосипед на данный момент не узаконен. Нет правил для велосипеда. Но вы как бывший полицейский, понимаете, что у вас, у полиции не хватит ресурсов, если десятки тысяч машин, и водители ездят без прав, и мы это знаем, это факт, и номера какие-то непонятные, и полиция не успевает за всем следить, а вы еще хотите добавить сотни тысяч велосипедов. Не вы, я говорю про людей, которые инициативу эту предлагают. Это же просто не укладывается в голове. Первым делом, вы согласны с мной, что нужно узаконить. Как перечить закон, как соблюдать этот закон, это уже второй вопрос. Как полиция будет его соблюдать, как полиция будет регистрировать и реагировать на подобный закон. Но то, что такой закон должен быть, это понятно. Ну и самое главное, наверное, строить велосипедные дорожки. То, что есть в Европе, в Голландии, это просто даже в голове не укладываются такие запреты. И смотрите, строят велосипедные дорожки, это все в планах, это все в будущем. И когда это будет законено, будет порядок на дорогах, надеюсь. Адвокат Юрий Бран, большое вам спасибо. Спасибо вам. После короткого перерыва, сколько выходцев из бывшего СССР покидают Израиль и перебираются в США и Канаду? А также, что представляют собой маршаковские чтения в Иерусалиме? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...